я всегда очень тепло и нежно люблю уже людей которые приходят вот на такие встречи уже знакомы с простукиванием это просто класс это говорит о том что действительно в нашей стране становится намного светлее чище жить потому что простукивание когда может быть его не сильно применяете ли не знаете как применять на когда знаешь о простукивание и знаешь ну что-то базовый рецепт до какой-то всегда можно быстрее очиститься внутренне дам как написала одна из моих учениц что как зубная щетка для души и сегодня все кто не знаком с простукиванием вы конечно же о нем узнаете и мне бы очень хотелось чтобы он стал базовым инструментом для вас вашей жизни потому что добрый вечер светлана никакие практики медитации психотерапии они не заменят каких-то повседневных моментов ну это как зубная щетка которой нужно чистить зубы точно также простукивание для души является самым эффективным инструментом самопомощи и соответственно помогает в исцелении как применять простукивание да и вообще зачем это нужно делать я сегодня расскажу техника основана на восточной медицине китайской акупрессури акупунктуре и соответственно я как лингвист переводчик знающий несколько иностранных языков в том числе китайский на базовом уровне получаю знания до прохожу обучение последние три года напрямую у тренеров по простукиванию а их очень много с границей да не говоря уже основатель этой техники и изобрела не я и за ее изобрели в 95 году в том формате которую вы увидите по пощупаете да в 95 году горе крэгом в америке на основе китайской акупрессуры акупунктуры и вот наш план на сегодня мы будем говорить о самоисцелению как эффективно помогать себе своему телу и своей жизни жить хорошо спокойно и быть здоровыми наше намерение скажем так которая выстраивается это ради чего мы сегодня собрались это жить спокойной хорошей здоровой жизнью и давайте сразу же чтобы с вами познакомиться понять да от чего уже с вами дальше взаимодействовать у нас есть первый базовый принцип это обязательно самим оценивать то есть смотрите эта система да этот метод основанный на простукивании он такой сугубо индивидуальных и максимум личного понимания да в нем можно назвать его эгоистичным подходом но я считаю что в самоисцеление только такой подход и должен быть никаких внешних авторитетов не должно быть потому что это только ваше тело это только ваша жизнь и у каждого из вас через тело проявляются вот эти процессы самоисцеления но очищается и только вы можете их почувствовать их раскрыть да как бы их узнать стороннему человеку это можно прикоснуться но очень редко и нежелательно да то есть это какие-то разовые моменты но вот процесс самоисцеления должен вы должны быть главным заказчиком этого процесса главным человеком который ведет процесс самоисцеления привлекая помощь других для кого-то и для этого сейчас давайте сделаем так если брать шкалу десятибальную шкалу оценки где 10 это счастливая здоровая благополучная жизнь сюда входит здоровье красота это вес до внешний вид сюда входит омоложение сюда входит также ежемесячный доход на необходимые вам потребности то есть мы будем говорить не только о здоровье но это три составляющих которые составляют да вот эту спокойную благополучную хорошую жизнь здоровую должны быть здоровье сила энергия на этом внешне вы должны себя ощущать хорошо энергично да и так далее это должно быть соответственно место в этом мире где вы могли давать свои таланты да и получать то что необходимо вам в ответ и это субъективная шкала оценки где 10 у вас есть максимально вот такая здоровая благополучная счастливая жизнь примерно на какую цифру вы оцениваете свою жизнь сейчас да вот насколько субъективно сейчас ваша жизнь по этой десятибальной шкале это очень важно в зависимости от того примерно где вы находитесь да буду каждому из вас давать обратную связь на то что вы пишете да чем активнее вы сегодня соответственно тем эффективнее будет практика для вас тем более понятно все будет да и так напишите пожалуйста в чат на добрый вечер татьяна все кто подошел если брать по десятибальной шкале где 10 это счастливая здоровая благополучная жизнь то где бы вы сейчас находились да вот примерно на какую цифру вы можете оценить сейчас свою жизнь это сразу же мы с вами приступаем в практике которая будет ну включена до в во всю нашу сегодняшнюю встречу потому что самый главный принцип самоисцеление а это самое главное вы да вы есть что я есть что я чувствую как я оцениваю то или иное да не я например или кто-либо другой пришел вам и сказал что вы должны живут вот так у вас вот таким критериям оценки объективным жизнь вот там вот там вот там да потому что с разным с одинаковым примерно пер объективными показателями у людей субъективно могут быть разные совершенно оценки своей жизни да и поэтому задача самоисцеление и самоисцеление как процесс он и и субъективный процесс и он уйдет у вас там изнутри как как хорошо вы можете его оценивать где вы есть сейчас к чему вы придете да чем лучше вы это можете делать тем соответственно будет эффективнее ваше самоисцеление это первый самый базовый принцип вот у нас уже есть четверочка шестерочка может быть у кого-то десяточки есть такое бывало у меня иногда на встречах пятерочка вот это будет определенные также показатели показатели того в каком состоянии находится ваше тело вот есть некая взаимосвязь физических реакций тела и очень часто наш не не здоровая несчастливая неблагополучная жизнь связана именно с определенными физиологическими реакциями тела и эти реакции мы с ними будем сегодня работать да и еще вот такой момент самоисцеление включает себя три под темы да это здоровье соответственно эта красота сюда включаем похудение на бур веса омоложение и благосостояние это нехватка денег поиск своего места в этом мире где в балансе было брать давать вы даете свои ценности и получаете в ответ столько столько вам нужно и сейчас кроме этой цифры кина которую вы оцениваете напишите еще цифру чтобы она отличалась давайте по буквам а б и в пусть будет ну или по первой буквы на камер з к и б да что вам важнее с чем вы хотели бы сегодня поработать процессы самоисцеления они идут до спокойной благополучной здоровой жизни и потом когда вы доходите до этой жизни до десяточки скажем так процессы самоисцеления они уже самостоятельно не проходят процессы саморазвития уже включаются немножко другие да вот и в зависимости от того какие вы сейчас буковки напишите да мы будем с вами работать на практике то есть сегодня практика в нашей группе сегодня не просто теория будет да и не практика просто ко всем это будет как мини мастер-класс да такой вот мини тренинг но с простукиванием и соответственно телу то тема которая вам наиболее важно мы ее возьмем сегодня вот сегодня людмила есть по теме благосостояния тема денег очень для меня тоже всегда интересно особенно как понятно порой как здоровье связано с телом да но здоровье тело и есть тело да это психосоматика вот иногда не совсем понятно в мир как тема денег связанная с телом вот но корень них один да и у красоты и у старения скажем так есть тоже один код корневая причина которую мы убираем с помощью простукивания здоровья два благосостояния одно здоровье вот тройка у кого то есть два здоровья два благосостояния давайте присоединяйтесь здоровья здоровья вот за здоровье все три аспекта вот и за про здоровье сразу что скажу сегодня на практике в нашей про здоровье лучше не брать какую-то серьезное заболевание до ваших какую-то глубокую глубинную проблему да потом на это есть свои причины потому что практика не небольшая мало времени занимает просто ознакомительное чтобы вы пощупали почувствовали до время у нас мало с вами и ответственность за то что поднимется я не смогу нести дальше да не она должна быть потому что когда это глубины какие-то причины нужно на длительное сопровождение да и разные аспекты нужно рассматривать которые сегодня возможно не все даже скажу да соответственно буду приглашать вас на 12-дневный курс в записи тренинг записи и с моим месячным индивидуальным сопровождением именно для этого чтобы вот все все то что у вас поднимается по вашим процессам самоисцеления этому нужно время да смотрите все процессы самоисцеления система методика и вот эти принципы законы все это основано скажем так на ритмах земли да на ну можно сказать стихии земли да на земле наше тело это земля да это не медитации это не визуализации да это именно вот такие очень приземленные материальные вещи и вот эта методика она основана соответственно и законы на которые мы опираемся это закон на жизнь да все имеют право на жизнь в этом мире раз вы родились у вас есть тело значит вы имеете право жить спокойной благополучной здоровой жизни это ваше право по рождению и с помощью простукивание это право можно вернуть если вы его не чувствуете да и это право можно утвердить на десяточку чтобы жизнь ваша стала здесь не ведется речь о каких-то супер достижениях успехах супер большом богатстве или идеальной красоте и стройности здесь ведется о спокойной благополучной хорошей жизни да который я считаю нужно обязательно изначально достичь а уже потом достигать и чего-то такого очень великого большого какие-то великие цели ставить сейчас это знаете как точка покоя определенная должна быть и покой этот он в теле должен присутствовать то есть когда мы с помощью простукивания это все делаем не важно что происходит вокруг наше тело максимально заземлено можно сказать и чисто очищена от определенных режимов и соответственно закон 2 для всех есть место в этом мире он больше относится именно к благосостоянию понятно что здоровье да у для вас есть место в этом мире вы телом сидите и вы это понимаете но сейчас раньше было не так актуально но сейчас это становится более актуально потому что жизнь в этом мире взрослого человека она завязана на деньгах очень ну очень маленький шанс у человека без денег да и жить взрослому человеку в этом мире если раньше была возможность какими-то другими способами прокормить себя жить как-то самостоятельно поддерживать поддерживать свою жизнь то сейчас это невозможное выживание взаимосвязано с деньгами соответственно вы имеете право на жизнь имейте право на место в этом мире и у каждого из вас это место есть просто вот эти все те техника простукивания и методика самоисцеления даже моей школы она основана на том чтобы вы полностью вот телесно нашли это место в мире да это касается и благосостояния и здоровья в том числе да и внешние красоты и омоложения и во второй принцип это естественный закон самоисцеления дата опять же на чем все основано наши органы постоянно обновляются ранки заживаются мы по себе то есть это встроено в наше тело в наши механизмы психики в том числе да и это также касается денег и это касается физиологии вообще всей организма и так поехали дальше у нас сегодня в основном здоровье победила но есть сегодня и по деньгам поэтому буду и про него тоже говорить и и так мои хорошие сейчас в процессе нашего с вами взаимодействия да отслеживайте какую-то боль в теле если она у вас поднимается это максимальная практика она основана на максимальном заземлении соответственно для практики простукивания мы будем брать реальную боль которая есть у вас сейчас в теле да если болит где-то что-то после практики она полностью перестанет болеть за пять минут я вам это гарантирую сто процентов и точно так же внутренние состояния о чем мы сейчас перейдем далее и так если еще есть кто-то то так же дописываем да еще оценку свою по десятибальной шкале вот самая максимальная на сегодня шестерочка вышла и здоровье победила да по теме здоровья и так смотрите сейчас в наше время существует существует в теле определенный режим определенная реакция которая мешает нам достичь этой точки 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 благополучия в этом мире скажем так это эволюционно запрограммированная физиологическая реакция над которой у нас нет осознанного контроля но этот контроль мы должны как бы взять на себя дам перехватить это занимает определенное количество времени вот на курсе в целом как бы процесс около месяца занимает соответственно что же это такое эволюционно запрограммировано выживание нашего вида как человека тигр и амигдала это первый пункт надо сирического человека была прямая угроза выживания выпрыгивал тигр и вот это амигдала две красные точки до сзади у нас головы она автоматически регистрировала угрозу выживания и включала режим борис или беги в теле режим стресса режим режим вот такой вот для того чтобы убить этого тигра или убежать от него убить дал грозу выживанию или убежать из этой ситуации и третьего не было дано иначе человек просто умирал потому что была прямая угроза выживания и этот режим характеризуется повышенным уровнем кортизола в крови с помощью мрт это можно соизмерить этот режим характеризуется в частности тем что идет отток энергии от всех основных функций нашего тела от мозга кровь там отливает каждый раз я постоянно обучаюсь да и открываются новые и новые исследования потому как влияет этот режим я думаю многие из вас знакомы да что это такое и соответственно идет отток от основных органов до от замедляется пищеварение и вообще телу сложно очень жить в этом режиме этот режим максимально для того чтобы собрать силы победить игра или убежать от него до в руки и в ноги и получается что соответственно когда выпрыгивал тигр человеку было не до того чтобы размышлять принимать решения какие-то и так далее это все было автоматически от мозга кровь отливала до когда выпрыгивал тигр прямая груза выживания чеку было не до того чтобы кушать переваривать пищу да соответственно замедление метаболизма замедление пищеварения замедление процессов самоисцеления тела говоря о здоровье да то есть это то состояние тела физиологическое химическое даже определенная в котором ускорялись процессы старения процессы самоисцеления замедлялись добрый вечер всем пришедшим и третий момент соответственно все половые органы в том числе половые органы да они тоже замедлялись энергии не было и это про здоровье да то есть сам этот режим борис ли беги характеризуем повышенным уровнем кортизола в крови он соответственно снижал способность использовать мозг мыслить принимать решение замедлял процессы метаболизма в теле пищеварения замедлял общей работу всех органов если сравнивать с ноутбуком это как мы в этот режим можно сравнить с тем что мы выключаем за из зарядки зарядки до из розетки ноутбук у нас есть батарейка вот есть определенный уровень батареи в теле да и соответственно этот режим борисе ли беги он изначально был задуман как очень короткое существование когда нужно было прямую угрозу либо убить либо убежать от нее и этот режим должен был выключаться и он хорошо работал тогда и эволюция очень много десятков тысяч и может быть миллионов лет вот этот режим вот эти процессы в нашем теле автоматизировала вырабатывала чтобы мы с вами жили но к сожалению сейчас этот режим работает против нас и какие бы у вас темы не волновали вот здоровье все три аспекта до или благосостоянием это все вот нехватка энергии от наличия вот этого режима борис или беги в теле да соответственно в наше время сейчас нету тигров но есть угроза выживанию особенно тема благополучия особенно тема здоровья особенно тема в том числе сейчас уже в нашем мире и тема красоты да вот только недавно обучалась и изучала этот аспект что как индустрия красоты да как все стараются поволодеть и так далее соответственно напрямую давайте возьмем деньги да я очень люблю этот пример у меня очень много потому что опыта опыта с учениками личного опыта как это взаимосвязано связано вы можете легко очень понять да что нехватка денег это угроза выживанию особенно сегодня благосостояние мы берем именно как деньги необходимые на базовые потребности не просто деньги как сумму определенную или как показали успеха да а как то что мне нужно на мои базовые потребности то есть не сколько сами деньги сколько еда одежда жилье да вот выживание жизнь и соответственно нехватка денег это как будто такой тигр да и наше тело реагирует на эту ситуацию нехватки денег точно так же как раньше человек реагировал на тигра и амигдала включает режим борис ли беги в теле на угрозу выживания и вот все кто писал циферки да как вы оцениваете свою жизнь смотрите это показатель субъективный но что о чем-то говорящий о том что вот те у кого троечка и ниже может быть да это вот состояние такого раненого раненого который тело которого живет знаете вот как будто тигр постоянно ходит вокруг него то есть это вот режим борис или беги до в теле включенный ну постоянно он не выключается никогда и это значит что либо у вас в многих сферах да вот такое состояние угроза выживанию стрессовое состояние очень сильно измененное такое либо какие-то базовые сферы и они уже очень долго в таком состоянии это и отсутствие здоровья и нехватка денег возможно здесь еще можно включить отношения с людьми да вот в какой-то из аспектов да потому что это тоже поддержка немаловажно для нас и соответственно это угроза выживанию и ваше тело тело уже вот живет с включенным таким режимом и смотрите что получается если раньше этот режим он не мог долго существовать он выключался сразу же после того как происходило какое-то разрешение разрешение было каким первым вторым или умирание да то сейчас находясь в ситуации угроза выживания но вместо тигра всегда когда дальше тигр это будет кавычки это угроза выживания нехватка денег угроза выживанию да плохое здоровье угроза выживанию у меня мало сил мало энергии чтобы идти опять же зарабатывать опять же как-то действовать в этом мире да и красота тоже периодически включается в эти пункты особенно похудение знаете вот когда обращаешь на это внимание порой у людей полных вот это вот прям сильная агрессия желание отрезать кусок себя да вот эта злость на ту часть своего тела которое не нравится вот это как раз проявление желание убить как бы до этого тигра отрезать и всякие операции идут и так далее и соответственно угроза выживанию приводит к тому что мы замираем тело замирает знаете это как будто тигр вокруг вокруг тела ходит вокруг вас если представить эту аналогию да и вот в каком бы вы состоянии находите просто представьте как каком состоянии находится ваше тело когда вы не живете спокойной благополучной жизнью и тигр ходит вокруг вас но он не может вас съесть потому что этот тигр в кавычках он мифический его невозможно убить потому что невозможно убить своего начальника убить я не знаю клиентов которые не платят невозможно убить свое тело которое болеет или врачей которые не лечат невозможно но невозможно в нашем мире таким образом решить эту задачу и соответственно убежать от этого тоже невозможно потому что ну от своего тела не убежишь от так как она болеет она стареет она тело нужно жить соответственно нужны деньги дальше зарабатывать от этого не сбежишь и мы попадаем в ловушку некую эволюционную такую ловушку из которой нужно выбираться и это ловушка она усиливает сама себя очень сложно в наше время не попасться в эту ловушку да и очень важно осознанно самостоятельно выключать в своем теле режим борис или беги это то чего не делают врачи и психологи психотерапевты медитативные практики немножечко это помогают сделать как расслабление тела они снимают немножечко вот эту напряженность но не убирают не убирают основу вот простукивание напрямую это делает в курсе например за 30 дней а мы полностью выключаем режим борис или беги в теле и для самоисцеления это наиболее важная вещь да это то что мы сегодня с вами немножечко коснемся и что будем делать и если продолжить аналогию смотрите вот у нас циферки до вашей обещала рассказать вот у кого на троечку я сказала примерно вот почти постоянно включен этот режим борис или беги и можно представить тело с которым вокруг которого постоянно ходит тигр это постоянно напряжение это постоянно отсутствие энергии чтобы что-то сделать для решения этой проблемы телесное реальное состояние нехватки энергии и отсюда идут усиление ухудшения всех остальных проблем соответственно у кого уже четверочка пятерочка или немножко шестерочка тоже это тигр находится вот такой мифический да тигр находится на расстоянии не знаю четырех пяти шести метров от вас и периодически запрыгивает в кусты он прячется да его не видно становится то есть есть какие-то периоды особенно ближе к шестерочкам да то есть когда тело расслабляется фух вот есть какие-то аспекты вашей жизни да когда ну все вроде бы с деньгами все нормально работа нормально но здоровье да там начинают вот тема здоровья этот момент когда выпрыгивает тигр да можно так это или пир здоровья хорошо это все хорошо но вот с деньгами иногда это вот то как раз когда выпрыгивает тигр здесь ухудшается ситуация тем что тело наше хранит в себе память всех ситуаций из прошлого когда тело не прожило эти ситуации то есть сейчас в вашей жизни возможно реальные тигры да там нехватка денег на что-то это реальная нехватка денег реальная угроза выживания да это заболевание которое не дает возможности не знаю что то сделать спокойно жить и иметь энергию да на реализацию в этом мире и так далее также эти тигры могут быть мифическими нереальными и в теме денег это касается ну и всех остальных таких тем тоже очень часто это можно наблюдать в теме смотрите когда про деньги например делать какую-то медитацию на богатство на процветание на хорошую жизнь на позитивные аффирмации вы знаете накачиваешь себя в общем-то таким очень возвышенным хорошим классным начинаешь во все верить и все здорово и так далее и приходишь в магазин или заходишь не знал автобус в общем как-то соприкасаешься физически с деньгами не важно что ты при этом думаешь ты можешь самым самым благостным человеком который намедитировал в себе состояние благосостояние да и при этом физически и соприкоснувшись деньгами увидев счет какой-то не знаю увидев сумму на карточке возможность как-то материально соприкоснувшись с деньгами или с темой заболевания вас там не болела там вы опять же что-то там делали какие-то практики все хорошо там что и тут там что-то заболела уже пошло то есть когда вы реально соприкасались с этим тело тут же все вам поднимает все все эти процессы самоисцеления сфер с деньгами или темой здоровья они тут же активизируется то есть мы можем все эти состояния режим борис или беги немножко притуплять какими-то позитивными аффирмациями медитациями химии до таблетками какими-то снимать вот эти поверхностные слои но глубина в теле это все равно присутствует и она сразу же поднимается от каких-то реальных вещей и вот и простукивание убирает в теле вот эти состояния снижает уровень кортизола в крови вот в этих реальных жизненных ситуациях и тогда у тела появляется и у тела и как бы всего до всех вас появляется энергия и возможность как-то ускорять эти процессы самоисцеления подпитывать их и быстрее решать свои задачи связанные с тем или иным аспектом для благополучия вот таким образом те кто на шестерочке и возможно выше кто-то кто будет в записи до смотреть или сейчас возможно кто-то еще и среди вас есть но не отозвался это значит что режим борис или беги у вас включается при определенных жизненных обстоятельствах то есть это тигр который находится дальше и он просто периодически выпрыгивает на вас тех или иных ситуациях здесь могут быть триггер и так называемые психологические уже которые включают да вот это режим борис ли беги включает эту ситуацию и наша главная задача чтобы процесс самоисцеления вашей жизни шел так как он должен идти да так как он задуман простукивание помогает это сделать это может произойти при других также условиях но это будет очень длительно по времени и условия жизни должны быть немножко иные эта жизнь более замедленная более в ритме земли да это жизнь подальше от городского шума от стресса и так далее то есть если вас каждого из вас любого до человека оставить в покое не знаю вот в какой-то деревне мирной где не надо работать где в принципе все есть никто тебя не трогает у тебя есть дом у тебя есть все просто живи не хочу да и никаких стрессовых вот таких серьезных ситуаций до повышенного шума и так далее вот эти процессы самоисцеления они приходят со временем самостоятельно и эти процессы самоисцеления срабатывают появляется энергия желание работать и так далее так далее и исцеляется организм но к сожалению замуж к счастью но в целом к сожалению в нашем в городах и в наших условиях общества в том числе и жизни в обществе такое мало возможно маловероятно поэтому очень важно обращать внимание на свое тело и по сути даже не важно какая из тем вам аспектов вам важно корень у нее один включенный режим борис или беги в теле наша задача полностью выключить этот режим чтобы тигров вообще не было и это реально не важно в какой жизненной ситуации вы находитесь да и реально иметь расслабленное спокойное тело и из этого состояния уже по нижнему уровню кортизола в крови нормального да там уже и окситоцин вырабатывается там и химически вот эти реакции идут и соответственно энергии больше чтобы мыслить до без этого режима у нас больше процент работы мозга то есть там кровь отливает от мозга в этом режиме соответственно первое что мы делаем для самоисцеления выключаем режим борис ли беги и когда мы это сделали остается еще второй шаг второй момент это на нейронные связи мозга потому наш мозг как на пленку записывает записывает данные данные которые приходят извне и из нашего опыта да если к примеру вы зарабатывать деньги только определенным путем очень долгое время и вы сталкивались с тем что я не знаю те кто живет благополучно они добиваются этого незаконным путем каким-то или еще что-то любые заболевания они имеют под собой определенные причины дать более если это длительные заболевания и в первую очередь что нужно сделать это выключили от режим борис ли беги и уже как минимум выключится а причина психосоматики потому что режим борис ли беги характеризуется так же определенными рода негативными эмоциями и приводит в том числе и таким заболеванием как депрессия до негативными апатии какими-то внутренними такими состояниями которые очень долго длятся с помощью простукивания это мы все выключаем кроме кроме психосоматики и такого аспекта здоровье тема здоровья да вот отвечая ольги по конкретное заболевание мы убираем нейронные заменяем нейронные связи мозга делаем второй момент это и убеждение о том что у меня всегда была эта болезнь и и она не может быть излечима например кроме как таблетками здесь мы заменяем эти нейронные связи мозга на то что я выбираю представить и поверить что я могу быть здоровой и жить благополучной жизнью да и третий момент аспекты которые разрабатываются индивидуально и касаются первого базового принципа что у каждого есть какие-то свои индивидуальные причины да то есть и самоисцеление процесс через тело открываются эти причины самостоятельно да и никто кроме вас причину вашего заболевания раскрыть не сможет но как не знаю тренер как учитель своей школе до школе самоисцеление и умею уже более трех с половиной лет опыт работы вот с такими индивидуальными аспектами на глубинном уровне мы приходим каким-то семейным моментом тогда делаем более такие семейные практики расстановочные но это могут быть разные аспекты и очень часто совершенно кажется но не связанные вещи например смотрите кейс такой до сих пор вспоминаю и меня и мою ученицу потрясло просто вот эти взаимосвязи я исхожу из того что я не знаю что происходит в теле я не могу знать всего для меня это тайна для меня это загадка из какие-то опорные точки а вот эти аспекты они поднимаются в процессе индивидуального сопровождения так вот была у меня ученица по теме денег мы с ней работали и она проходила курс и простукивает одну тему мне начал болеть живот да вот она взаимосвязь такая болел и не проходил после простукивания а простукивание убирают боли и это вообще очень редко и такое редко и момент почему не проходит и мы стали на индивидуальном сопровождении стали смотрите дальше раздела вот эту вот эту практику и посмотрим и у нее открылась до в процессе простукивания это боль когда мы ее там поднимали посмотрели что там за ней есть помнилась ситуация с детства когда была угроза выживанию до физически то есть на там или тонула или еще что-то было такое физическая была какая-то ситуация да когда она очень сильно боялась за свою жизнь и мы уже работали с этой конкретной ситуации смотрите как бы деньги там еще тема была такая не связанная вообще ни с чем этим и через боль то есть мы сначала да сначала была тема денег она и простучала разобрала потом поднялась боль в животе которая не проходила чтобы она не делала и далее поднялась эта ситуация ну окей поднялась и поднялась мы мы по 1 позиции исследователя да здесь когда мы работаем темой самоисцеления да вы становитесь самостоятельно на позицию самоисследование самонаблюдение да и я как тренер как учитель вместе помогаю с помощью каких-то там практик рассмотреть эти дополнительные аспекты в общем мы убрали эту ситуацию проработали простучали да из той прошлой ситуации выключили режим борис или беги в теле и все пошло отлично все прошло здоровски то есть это был какая-то корни в корневой такой момент а который нужно было самостоятельно как-то раскрыть потому что логически если бы она не знаю работала с психотерапевтом или с коучами и знали еще с кем-то кто разбирает подобные ситуации да но логически вычислить это очень сложно а тело как бы помогает нам где мы застреваем да вот эти процессы самоисцеление она производит но не всегда эти процессы самоисцеление кажется нам хорошими и правильными потому что режим борис или беги на пример характеризуется страхом ужасом паникой разочарованием злостью какими-то очень сильными негативными чувствами чем были чем ниже у вас цифра да по десятипальной шкале тем сильнее какие-то чувства тем они глубже тем они больше то есть и причина их физическое состояние режим борис или беги вот надеюсь ольга ответила на ваш вопрос поэтому второй момент который мы обязательно делаем мы заменяем нейронные связи мозга заменяем убеждение о том что возможно для вас здесь еще один кейс еще один момент про здоровье тоже поразивший меня и мою ученицу мы с ней работали именно путями семейной у нас в курсе да сегодня мы этого не касаемся но в курсе очень важный аспект это психология да про стукивание но ускоряет заменяет годы психотерапии ускоряет тоже все эти процессы и с психологическими моментами тоже работают знаете семейные детские травмы какие-то установки детские на и так далее с детством связаны вот и в общем мы работали с ней по отношениям с мамой это у нас на курсе тоже есть в тренинге и что произошло у нее прошло заболевание и когда мы с ней встречались она с удивлением говорила ну вот я отследила там наблюдением исследованиям что у меня прошло но я не верю в арену мне говорили что это лечится только хирургическим путем это не полностью поэтому я как бы операцию не делала потому что там есть свои проблемы с этим то есть я решила что это на всю жизнь и это не лечится и все и тут у меня прошло вот представляете вот здесь замыкание в нейронных связях мозга этом ограничивающие убеждения можно назвать представление о возможном да или по теме денег кейс дарт такой мы открываемся как бы всем возможностям до до прихода денег нашу жизнь и и не всегда это те возможности которые мы думаем я например ограничивающие убеждения не знаю я пенсионерка мне не откуда брать деньги или у меня вот моя работа и я вообще не знаю откуда деньги придут даже если мы не знаем откуда придут день а мы выбираем открыться этой возможности привлечения денег например и она привлекается и знаете что привлекается но какими-то такими потрясающими способами и родственники дарят недвижимость но вроде бы тебе деньги не привлеклись да но в принципе то и привлеклись и деньги дарят да и у мужей повышается зарплата то есть она как бы на всю семью эта тема работает вот такие потрясающие всякие вещи происходят когда мы после того как выключили решим борис ли беги мы заменяем нейронной связи мозга выбираем представить и поверить и открыться всем возможностям для здоровой благополучной и спокойной хорошей жизни да мы будем сейчас переходить к практике собственно написав цифры мы уже начали эту практику и сейчас после теории мы к ней придем это такая основная теория которую собственно очень важно понять да на чем вообще это основано и что мы будем с вами делать вот и собственно что в чем будет заключаться практика и чем вообще решаются эти задачи техника эмоциональной свобода называется 95 году изобретенная состоит вот базовый такой рецепт состоит из девяти точек простукивание точки не просто так взятые не мной лично они основаны на китайской восточной купюсуре к культуре это меридианы на определенных меридианах нашего тела этой точки связанные до с определенными физиологическими там процессами самое главное что это помогает и вы сейчас на себе это ощутите и так для практики давайте сейчас вы писали тему которую хотели у нас было больше за здоровье да самое простое это то что есть здесь и сейчас и что можно сразу же на практике ощутить как она действует простукивание снижает боль либо полностью либо ну основную ее часть если у вас что-то сейчас болит нам что нужно делать прислушиваемся к себе и отслеживаем где это боль находится это можно назвать боль напряжением комок в горле например да давление в солнечном сплетении вот любое некомфорт в теле лучше закрыть глаза максимально прислушаться к себе до для практики и отследить где это боль и сколько интенсивность и и по десятибальной шкале и написать в чат вот такую фразу например это боль в правом колени и циферку насколько интенсивность боли это боль правом колени 7 до соответственно у кого есть какая-то сейчас боль кто готов пройти практику есть тут же эту боль убрать и очистить но важно чтобы эта боль не имела под собой каких-то глубоких диагнозов да то есть если у вас боль связана каким-то серьезным заболеванием ну лучше не делайте да не берите пока это то есть возьмем какую-то боль в вашем теле которая есть сейчас вот и вот такую фразу нужно написать в чат почему потому что техника простукивания предполагает основана на том что мы простукиваем по определенным точкам на теле и и проговариваем определенную фразу да вот эту фразу сейчас каждый кто сегодня присутствует вам нужно написать дать для практики в чат чтобы мы ее вместе с вами простучали и соответственно потом после групповой практики я вам расскажу как еще отдельно вы можете самостоятельно это делать дополнительно потом в любой момент вашей жизни да то есть это будет как такой инструмент рабочий для вас вот давайте так кто готов к практике двигаться делать практику ставим восстательные знаки чтоб я вас видела что вы уже готовы будем переходить к практике по теме здоровья так как сегодня у нас было больше за здоровье у кого было благополучие без темы здоровья вот вижу да немножко на иначе от запаздывает вот ольга говорит боль в голове да то есть пишем боль в голове и сколько интенсивность этой боли то есть следите что это то есть боль напряжение спазм я не знаю еще что то где это находится боль внизу живота на 6 до отлично и пишем эту фразу в чат деньги и возьмем еще часть деньги про деньги тему да вот и для тех у кого сейчас ничего не валит мы сейчас мы сейчас делаем такую при вход в практику скажем так да мы же назовем это будет первое для тех у кого тема здоровья но не берите серьезные заболевания опять же повторюсь и второе по теме денег сколько сколько по десятибалльной шкале пишем возьмите да что-то одно и какую-то итак для тех у кто хочет поработать с темой здоровья но сейчас у вас например ничего не болит да вот прям здесь и сейчас вспоминаем тот момент своей жизни может быть ближайший может быть и сильно ближайший когда то это то заболевание то с чем вы хотите поработать болезнь какая-то была сильно наиболее сильная когда у вас был приступ возможно какой-то или сильно болела то есть или не знаю у вас мало болела но вам диагноз например сказали да то есть не сильно болит какой-то момент вашей жизни реальный момент в которых которым было очень сильно проявлено эта болезнь и и по деньгам те кто хочет поработать с темой денег вспоминаем ситуацию нехватки денег очень сильно когда вы ее ощутили вот эту нехватку денег это может быть ситуация сейчас например сейчас он не хватает не знаю купить одежды или еды или просто считали сходятся баланс что-то конкретно и реальная какая-то ситуация или вы недавно дошли хотели что-то купить не могли себе этого позволить ситуация нехватки денег и ситуация заболевания с которым вы хотите поработать вспоминаем эту ситуацию какую-то одну из да кто деньги кто заболевания и когда вы вспоминаете эту ситуацию либо обострение заболевания либо нехватки денег закрываем глаза желательно прислушиваемся к себе и спрашиваем себя что я чувствую сейчас вспоминая эту ситуацию выделяем одно самое яркое чувство которое вы ощущаете и оцениваем его по десятибальной шкале например это страх нехватки денег следующем месяце возможно на 10 да то есть это максимальный страх такой вот от нехватки денег что в следующем месте денег не хватит и пишем соответственно в чат да это может быть разочарование это может быть бессилия беспомощность это может быть не знаю апатии этому вот это может быть какие еще чувства да такие разочарования досада боль и злость обида на себя неуверенность себе да ну и так далее и соответственно выделяем одно самое яркое чувство которое вы ощущаете вспоминая конкретную жизненную ситуацию и пишем ее в чат да с оценкой по десятибальной шкале интенсивности этого чувства это очень важная часть практики практики самоисцеление с помощью проступивания и ком в горле вот боль светлана вижу не написала напишите еще сколько боль в мизинцах рук по десятибальной шкале обязательно оцениваем потому что после простукивания мы будем также оценивать сколько сейчас после практики у вас будет та или иная боль и это очень важно чтобы понимать да что с вами происходит куда двигаться дальше это очень важная часть процесса самоисцеление до самонаблюдение понимание что у вас есть это как температура которую мы измеряем с помощью градусника дату и а на основе этого что-то делаем на то есть если температура за 37 2 ну вряд ли вы побежите в больницу сразу или будете сбивать эту температуру вот деньги 5 не работает вспоминаем конкретную жизненную ситуацию нехватки денег и что вы чувствуете сейчас вспоминаю эту ситуацию что это за чувство и интенсивность этого чувства вот точно так же по здоровью да когда ситуацию нездоровья берем своим заболевания воли которая была с вами которые вы хотите проработать до сегодня на практике вспоминаем эту ситуацию и что я чувствую сейчас вспоминаю эту ситуацию вы также научитесь да вы также научитесь снимать эту боль с помощью простукивания когда она после практики вы поймете этот принцип я вам еще проговорю да как индивидуально это все делать вот но сначала давайте попробуем чтобы чтобы вот уже была практика чтобы вы понимали что это такое техника еще находится на экспериментальной стадии но ей уже используются очень многие врачи очень многие известные личности в том числе луиза хэйди пак чо прайс фильма секрет неоми датин секмер же виталий из фильма секрет вот и много-много других учителей тренеров разных психологов психотерапевтов ее очень многие многие советуют и она очень популярна да и распространяется в том числе у нас в россии итак кто взял тему денег или тему здоровья не относящиеся к боли вспоминаем ситуацию нехватки денег или ситуацию заболевания и прислушиваемся к себе что я чувствую сейчас вспоминаю эту ситуацию выделяем одно самое яркое чувство и оцениваем его по десятибалльной шкале если что-то вам непонятно что я не вижу ваших комментариев по поводу чувств по теме денег да и здоровья то пишем тогда вопрос соответственно в чате должно быть фразы про боль это например давит и пульсирует где и насколько интенсивность это боль желудке из жопа 6 да это вот как уже целью боль в мизинцах светлана добавьте насколько это боль оцениваем интенсивность боли где 10 очень сильная точно также с чувствами лучше взять что-то одно когда вы пройдете сейчас практику вы поймете ее принцип вы сможете самостоятельно да доделать например по деньгам или доделать по здоровью так как у нас группа большая да и такой большой очень большой разброс если вы возьмете обе темы будет ну как меньше вероятность эффективности техники до чтобы она вообще было для вас эффективно сейчас на практике а вот все слона увидела отлично давайте кто по здоровью по деньгам еще про чувства дам самое яркое чувство не бойтесь негативных каких-то моментов мы это тут же очистим 5 минут простукивания все у вас уйдет не переживайте и те кто берут тему денег проговорю еще раз закрываем глаза вспоминаем реальную ситуацию нехватки денег в вашей жизни вы увидели счет квитанции не знаю подумали о своем ежемесячном доходе не смогли что-то купить еще что-то прислушиваемся к себе это должно быть реальное прислушивание к себе потому что процессы самоисцеления соответственно вы должны уметь иметь навык самонаблюдения если он у вас есть самоисследование да то простукивание и эта система для вас да если вы вообще не можете прислушиваться к себе тогда ну просто пользуйтесь помощью но идите напрямую на консультацию да например индивидуальная консультация со мной она как правило только в основном для тех людей кому сложно вот это самонаблюдение самоисследованием заниматься и она стоит практически столько же сколько вот этот ежемесячный курс и же с ежемесячным сопровождением соответственно соответственно стоимость такого тренинга в записи с моим ежемесячным сопровождением всего четыре с половиной тысячи для вас по скидке одна консультация 4 тысячи вот поэтому а сейчас в наш век саморазвитие да очень важно самонаблюдение самоисследование поэтому закрываем глаза вспоминаем реальные ситуации прислушиваемся к себе и что я чувствую если вы не чувствуете ничего вообще это возможно какой-то апатия бессилия до что это такое за состояние которое вы впадаете когда оказываетесь в ситуации нехватки денег да вот напряжение светлана написала и сколько по десятибалльной шкале ощущения пересли это чувство до этого напряжения если это страх то сколько этот страх если это боль и если это досада то сколько по десятибалльной шкале это чувство если у вас что-то не получается задаем вопросы в чем сложность практике давайте и и смотрите техника простукивания был эксперимент в гарварде брали группу из трех людей да пока вы сейчас дописываете пытаетесь пришел прислушаться к себе вспомнить конкретную ситуацию я вам расскажу этот эксперимент брали группу людей измеряли у них уровень кортизола в крови с помощью мрт делили ли это на трех на три подгруппы первая подгруппа чего они делали вторая подгруппа классический разговорно-психологические практики давали психотерапию до расслабление и так далее и третья подгруппа делали простукивание и а потом снова измеряли уровень кортизола в крови только у третьей этой группы было значительное снижение уровня кортизола в крови с 35 до 75 процентов аж и так соответственно это зафиксировано уже экспериментально с помощью простукивания можно снижать работать со своими эмоциями она так и называется техника эмоциональной свободы но эмоции взаимосвязаны именно на этом режиме борис или беги те кто были на троечку да те у кого по десятибалльной шкале спокойной благополучной жизни было после пятерочки ниже пятерочки понимаете что вот эти порой очень частки не негативные эмоции негативные состояния они связаны именно вот с этим режимом борис или беги в теле это они имеют прямую взаимосвязь да это как тигр когда выпрыгивал на человека у него поднимались чувства страха да и так далее вот эти интенсивные негативные чувства которые толкали человека либо убивать этого тигра либо убегать от него защищали его подстегивали его до бороться или убежать ну что и что-то у нас по теме денег по теме здоровья никто не отписался вот либо вам что-то непонятно да либо вы просто не участвуете в практике как я понимаю или у меня может комментарий подписает чат давайте включайтесь вот эти точки смотрите первая точка эта точка каратэ она вводная является и иногда не используется точки с первой по восьмую беспокойство тревога дает и напишите сколько еще по десятибалльной шкале да вот те кто по теме денег можете написать страх нехватки денег такая классика если вы действительно его чувствуете да и сколько примерно вот вот по теме здоровья немножко посложнее это все ну это подробно очень разбираем именно на курсе наберем работаем заболеваниями с ее истинным причинами здесь очень важно навык именно до слушать себя свое тело прислушиваться что там у нас отслеживать все это те кто проходил какие-то психотерапии сидел психоанализ ввел дневники вам будет проще есть простукивание немножко ускоряя эти моменты ускоряя эти процессы заменяет годы психотерапии но о психотерапии вырабатывается очень важный навык самоисследование самонаблюдение да вы можете тратить кучу денег лет на психологов чтобы этот навык выработать а можете постараться и прислушаться к себе самостоятельно я считаю так для того чтобы делать простукивание первых сейчас расскажу во вторых отвечая валентине мы сейчас пишу фразу для простукивания потому что нужно знать как делать простукивание знать на какую фразу и его делать до для этого сейчас вы удалось мы вижу валентина вы написали уже вы просто дожидаемся ждем тех кто еще не включился в практику и сейчас буквально пару минут и начнем вот эти точки которые вы видите перед собой мы их простукиваем простукиваем рукой любой рукой по любой стороне и вам нужно будет в практике просто повторять за мной то что простукиваю проговариваю я вам нужно будет точно так же по себе по этим точкам простукивать и проговаривать те же самые фразы да сейчас вам покажу эти точки потому что в видео когда мы будем делать не все их будет видно да так точно и так один круг простукивание включает себя точки с первой по восьмую первая точка начало брови не посередине именно начало потом край глаза под глазом под носом подбородок но это не сам подбородок а ямочка между нижней губой и подбородком шестая точка ключица называется но мы находим нижние кост части косточки ключицы и под косточками ключицами вот здесь любую точку эту или эту неважно седьмая точка под рукой это примерно 10 сантиметров ниже подмышки и восьмая точка на голове да и ладошкой или пальчиками вот так не сзади да не сбоку просто сверху в базовом рецепте простукивания мы делаем и проговариваем три раза фразу по точке карате делаем три круга простукивания сейчас в групповом формате мы будем простукивать чуть больше кругов так как нас больше чем один человек но после я вам расскажу как это делать самостоятельно итак я как я понимаю уже отписались все тех кто хотел делать практику да и соответственно мы с вами и начинаем о ситуации денег смотрю мало отписалась в основы сегодня работаем по теме боли в теле да и заболевания какие-то не берем вот и так сейчас вам надо будет смотреть на меня глубокий вдох и выдох мы делаем когда входим в практику вы начинаете повторять за мной то что говорю делаю я и конце точно так же делаем глубокий вдох и выдох ну как выход из практики да что вот все мы закончили простукивание делаем глубокий вдох и выдох несмотря на эту боль я все равно люблю и принимаю себя такой какая я есть несмотря на эту боль в теле я все равно люблю и принимаю себя такой какая я есть несмотря на эту боль и нехватку денег я все равно люблю и принимаю себя такой какая я есть это боль внизу живота это боль в голове это боль под левой лопаткой это боль в горле это боль в правой кисти это боль в правой кисти это боль в мизинцах рук это боль в мизинцах рук это напряжение между лопатками это ком в горле это ком в горле это досада это напряжение это беспокойство это тревога это боль в брови давит на глаз это ком в горле это ком в горле это боль в желудке это изжога это боль в желудке это боль в желудке напряжение между лопатками это боль в правой кисти это боль в гости это боль в горле это боль внизу живота это боль в мизинцах рук это боль в мизинцах рук это боль в правой кисти Это ком в горле Это напряжение между лопатками Это досада Это напряжение Это досада Это беспокойство Это тревога Это боль в теле Это напряжение Это беспокойство Глубокий вдох Выдох У кого есть водичка, попейте водички И сейчас После практики Снова прислушайтесь К той боли Или к тому чувству Которое у вас поднялось Вспоминая какую-то ситуацию Опять вспомните ту ситуацию Нехватки делик Или заболевания И снова прислушайтесь к себе И оцените Сколько сейчас По 10-бальной шкале Ваша боль Или ваше чувство Которое было Если оно Ушло Вы не можете Ощутить его То пишем 0 Если не ушло То сколько оно Оно сейчас осталось И пишем в чат Вот по такому принципу 7-3 Где 7 Например Это то сколько Была интенсивность Например боли И 3 Сколько стало Сейчас После практики Простукивания Закройте глаза Прислушайтесь к себе Максимально И соответственно Напишите результаты Как у вас получилось Что с вами Как вы ощущаете себя Можете задавать вопросы Вы сейчас Прошли практику Простукивания Вот Ольга 6-3 Те кто работал с болью У нас сегодня Большинство таких Боль может Переходить Chasing pain По-английски Называется Берри Крейга Сложно перевести Смысл в том Что когда мы Простукиваем боль Она уходит Из одного места И появляется в другом Да Что кроме этого Вы ощущаете Есть ли у вас Другая какая-то Боль в другом месте Которая появилась Да Вот как Вообще Да Вам эта практика 3-1 Вот у Сергея 7-2 5-4 5-3 Вот И самостоятельно Она будет более эффективна Вы можете Самостоятельно Еще Простучать На эту боль Да Или какую-то новую Поднявшуюся И также Простукивать На какие-то Чувства Свои Просто В ситуации Очень полезно Например Сколько Ольга Боли у вас Там же Ага И сколько Она То есть Она ушла Не ушла Насколько ушла Сколько стала То есть Мы обязательно Исследуем Что с нами Происходит После практики Это очень важно Так Сергей Смотрите Сейчас Эти результаты Сейчас отвечу На ваш вопрос Но это не получится Сделать Но не понимая Смысла У вас вряд ли Получится Смотрите Делаем базовый рецепт Простукивания Самостоятельно Те у кого Поднялась Новая боль И те кто Хочет еще Сейчас Дополнительно Простучать Уже Индивидуально Как это делается Вот эта фраза Да Я неспроста Вас Ну Можно сказать Ну Просила Это является Частью практики Практики Простукивания Составления фразы Да Эта боль Там-то Там-то И насколько Она По-хорошему Вы должны вести Ну как бы Свой дневник наблюдений Да Свои записи Что с вами происходит И вы пишете Да Вот Или Словами проговариваете Вот у меня болит там-то Вы нашли эту фразу У меня боль Не знаю В правой руке Да И примерно Настолько-то Что вы делаете Как вы самостоятельно Можете простукивать Давайте возьмем Какую-нибудь У кого Там Что сейчас Болит Например Да Что у вас еще осталось Какая боль Боль в горле Например Была Те у кого нет изменений Ольга Вы можете это сделать Потому что в групповом формате Ну Либо вы Неправильно выбрали эту фразу Да Где у вас боль Какая конкретно боль Да То есть выберите еще раз Качественно эту фразу Где именно у вас болит И насколько И простучите самостоятельно Например Это боль в горле Да Как вы самостоятельно делаете Вот у вас эта фраза есть Это боль в горле Или это досада Да Несмотря на эту боль в горле Я люблю и принимаю себя Три раза Простучали по точке карате Проговаривая эту фразу Три раза фразу проговорили Несмотря Боль глаз давит Это не совсем та фраза Которая у вас работает Это давление в глазу Например Да Это боль в брови Например Какая-то Вот эта фраза Вот у Ольги Да Как раз пример Как не надо составлять фразы Которая фраза В простукивании не сработает Переформулируйте Немножко по другому фразу Боль Напряжение Давление Что это такое И насколько оно Например Боль в горле Да Которую мы брали Несмотря на эту боль Боль в горле Я люблю И принимаю себя Вот прям в такой формулировке Несмотря на эту боль Танта Я люблю И принимаю себя Три раза Просто вслух Проговорили эту фразу И три круга подряд Простукиваем По каждой точке Одну и ту же фразу Одну и ту же Не так Как мы сейчас В группе делали Одну и ту же Это боль в горле Это боль в горле, это боль в горле, это боль в горле, это боль в горле. Один круг, второй круг и третий круг. Один круг это с точки с первой по восьмую. Те, у кого не было видео, вы можете попробовать по моему описанию это сделать. Простукиваем двумя пальчиками по этой точке, которая нарисована. И простукиваем, ну, столько, сколько длится ваша фраза, да. Давление в глазу. Да, видите, Ольга, вы просто фразу немножечко неверно сформулировали. Вот здесь очень важно, точки всегда в основном одни и те же. То есть на курсе у нас есть там про дополнительные точки. Там они балансируют правое и левое полушарие, есть отдельные точки и так далее. А вот в базовом рецепте, да, здесь очень важно именно фразу. Почему еще мы прислушиваемся к себе? Потому что, смотрите, есть очень поверхностное применение простукивания без подбора фраз. Когда вы берете чужие фразы, когда вы просто дупо как попугай повторяете и простукиваете. Но оно не принесет того желаемого результата, да. Вот таким способом вы можете прямо сейчас простучать по базовому рецепту, да. Несмотря на эту боль там-то, я люблю, принимаю себя, это боль там-то, это боль там-то. И круга подряд. И прислушаться снова Ольга, например, и все остальные к себе. И это уже будет чистый эксперимент, что с болью происходит. Если после индивидуального простукивания, возвращаясь к вопросу Сергея, у вас боль не уменьшается, то повторять не надо. Простукивание вот в таком базовом рецепте делается один раз. И смотрится после него, что происходит. И делается простукивание дальше на то, что уже поднимается. Это и есть процесс самоисцеления. Когда вы не просто одно и то же повторяете. Когда вы простучали, у вас что-то поднялось. Вот вы прислушиваетесь к себе тому, что у вас поднимается, когда вы простукиваете. Если у вас поднимаются какие-то чувства, поднимается новая боль. Это связано с темой денег, с темой здоровья. Если боль не уходит, значит за этой болью лежит какая-то глубинная причина. И соответственно, эта глубинная причина будет по процессам самоисцеления у вас подниматься, исцеляться. И, например, вот Chasing Pain, боль одна у вас есть, вы ее простучали, поднялась боль в другом месте. Вы ее тоже простучали, поднялась боль в третьем месте, все ушло. Вот такое очень часто бывает у меня, да, и у всех, кто применяет простукивание. Вот. И вот таким образом вы можете использовать технику простукивания для себя, для облегчения боли. Но, смотрите, открывая вот по ссылочке, которую Татьяна прислала, там описание дней курса. И по этой ссылочке вы можете посмотреть, какие темы мы там берем, да. И мы сегодня с вами немножко коснулись первого дня, да. Болезни снимаем верхний слой. И вот практика простукивания работает на эмоции, работает на боль, на какие-то, скажем так, симптомы, которые имеют под собой неглубинную причину. Тогда эта боль уходит сразу. Ну, болит голова на погоду, да. Вы один раз простучали, все, боль ушла. Я не знаю, что-то у вас произошло в течение дня, вас это расстроило, с кем-то там конфликты или еще что-то, да. Ну, какие-то сиюминутные ситуации. У вас там, не знаю, раздражение появилось, да. Вот, чтобы облегчить себе жизнь, вы сели, назвали это чувство, да. Что вы чувствуете сейчас? Я чувствую сейчас, ну, раздражение. Простучали. Несмотря на это раздражение, я люблю и принимаю себя три раза. Это раздражение, это раздражение, это раздражение. Три круга подряд, и вам стало легче, реально становится легче. Кроме того, технику простукивания можно применять для детей, да, простукивать детям, снижать им боль, снижать им эмоциональные какие-то состояния от жизненных ситуаций, да, которые порой случаются с детьми в том числе, и они не могут с ними сами справиться. Техника простукивания помогает. Есть суррогатное простукивание, есть суррогатное простукивание, простукивание для других, да, можно помогать другим людям. Простукивание можно применять, ну, практически на все сферы жизни, в том числе, например, если тема брать здоровье, то это и зависимость, зависимость от определенного вида пищи. На курсе, оплатившем участие в тренинге, да, оплатившем тренинг в записи с месячным сопровождением в течение 24 часов, будет бонус избавления от зависимости от сладкого, да. И также всем, всем, кто придет ко мне в школу, да, и на курс самоисцеления, будут идти бонусом самоучебник по простукиванию во всех основных сферах, вот. И таким образом простукивание, оно очень помогает, ну, вот, прийти к здоровой, благополучной и хорошей жизни, да. Если у вас есть какие-то вопросы, пишу вопросы. Вот, Сергей, насколько стабильны эти результаты? Результаты стабильны всегда и убирают боль и чувства всегда, если под ними нету глубоких корневых причин каких-то. Ну, почему я и говорила, не берите, да, в тему здоровья каких-то серьезных заболеваний и так далее. В теме денег порой бывает, если это какая-то, ну, бывают, да, получается в теме заболеваний, в теме красоты тоже бывают такие моменты. Это принятие, например, своего женского тела, да, женской красоты, сексуальности. В курсе есть один из дней, посвященный только этому. Вот, и с помощью простукивания вы реально можете через тело полностью выключить режим Борис Лебеги. Вот то, что вы сейчас ощутили, да, вот как вы себя сейчас чувствуете после практики. И если хотите, готовы ли вы сделать еще одну практику простукивания, то либо пишем, да, свои ощущения, свои впечатления, свои вопросы, или ставим в осуществительные знаки, кто готов сделать еще одну практику простукивания, так как у нас еще время позволяет. И очень много отзывов об этой технике за три с половиной года уже набралось их очень и очень много. Вот, чувствую, что душа выздоравливает, пробила у себя блок, который не давал, сама себе не давала повысить свой доход. Вот про тему денег, например, да, осенила, да, каким образом могу получить плюсом. То есть, когда в теме денег, например, или здоровья в том числе, мы как бы открываемся всем возможностям. Вот Ольга у нас готова, давайте, кто еще готов, давайте, хотя бы пять человек, чтобы было, да, что я видела, что вам это важно и нужно, чтобы мы делали практику. Если нет, то мы уже будем тогда потихонечку заканчивать и со всеми продолжим работу дальше, кто присоединится, да, к моей школе, оплатит курс тренинг записи, соответственно, с моим индивидуальным сопровождением. Мы с вами уже пойдем дальше, конкретно с вашей темой будем разбираться. Вот Галина у нас еще готова, давайте, присоединяйтесь. По теме денег уже более миллиона рублей было привлечено, благодаря моей авторской системе. С помощью простукивания, привлечения денег, да, там вскрываются вот очень глубинные проблемы, мешающие получать деньги, и они действительно очищаются. Вот еще, Ольга, давайте, Наталья, присоединяйтесь, и мы с вами еще сделаем практику простукивания. Когда снижаем боли и очищаем немножко внутреннее пространство с помощью простукивания, с 7 до 3 становится легче жить, становится больше энергии, снижает уровень кортизола в крови. Вот Сергей готов, 5 человек. Отлично. И давайте сделаем практику по замене убеждений, замене нейронных связей мозга, но в таком облегченном групповом формате. Индивидуально она будет даваться только на курсе, в тренинге, потому что там есть немножко свои особенности. Сейчас мы с вами, те, кто готов в практике, будем работать с мозгом, скажем так, да, то мы работали с, ну, можно назвать ее лимбической системой еще, да, но вот какие-то животные такие моменты в теле, вот этот режим Борис и Лебеги, мы его выключали, мы его снижали с помощью работы с болью, с работы с эмоциями, да, в теме денег особенно. Сейчас мы будем с вами открываться всем возможностям, и давайте, для этого нужно сделать два момента. Вот все, кто готов к практике, выбрать фразу, на которую мы будем менять. Я уже не помню, кто из вас на какие темы подписывался, что для вас важно. Ну, скажем так, здоровая благополучная жизнь. Вот такая фраза вас устраивает. Хотели бы вы для себя здоровой благополучной жизни, либо какая-либо другая, да, какая жизнь такая, вот на что бы вы хотели, чтобы увеличить, да, своей жизни. Вот, спокойная, здоровая, благополучная жизнь, я помню, тут есть фраза, это, я ее выписывала, вот, хорошей, спокойной жизнью, да, вот я добавляю здоровое, благополучное, это про здоровье и благополучие. Вот, и соответственно, для большей эффективности было бы хорошо, если бы вы смогли сказать и написать в чат свой ответ. Как вы считаете, какая одна из основных причин, почему вы сейчас, или сколько бы ни старались, не можете жить спокойной, здоровой и благополучной жизнью? Вот, что самое первое приходит вам в голову, когда вы, ну, вот, размышляете об этих причинах, да, сейчас речь идет о убеждениях, да, ограничивающих убеждениях. Возможно, вы уже работали что-то с чем-то и знаете, например, какие-то свои ограничивающие убеждения, тогда у вас есть шанс сейчас напрямую их сразу же заменить, да. Если вы так не знаете, то можете попытаться ответить на вопрос, да, вот все, кто в практике, все, кто присоединился и хочет спокойной, благополучной жизни, да, вот есть программы, да, Светлана, очень хороший, верный ответ. Нет, очень часто нам кажется, что психологические блоки, 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 вокруг одни блоки, и когда уже все блоки на самом деле пройдены, да, сам факт того, что есть блоки, останавливает нас и мешает нам двигаться дальше. Это особенность психики работы мозга, нехватка энергии, все равно ничего не получится. Вот молодцы, молодцы, отключились, нет настоящих внешних стимулов, все равно ничего не получится, да, и с убеждениями немножечко другая работа ведется у нас с простукиванием, другой подход, и здесь мы берем, кроме ваших, то, что вы написали, еще, так, подождите, сейчас вспомню, что там основное, ну, я не верю, да, я не верю, что я могу жить спокойной, хорошей, благополучной жизнью, но это, в принципе, всех нас характеризует в большинстве своем, да, когда мы думаем об этом, все так жили, я так жила, привыкаешь и не знаешь выхода, я не верю, что я могу так жить, и я не знаю, что нужно делать, чтобы прийти к такой жизни. То есть это два таких основных базовых убеждения, да, которые мы возьмем, те, кто не написал, возможно, это тоже будет про вас, и вы можете также сделать практику, да, и остальные, которые вы сейчас написали, да. Вот, Светлана, программа, Ольга, нехватка энергии, все равно ничего не получится, как бы не старалась, нет настоящих внешних стимулов, да. После того, собственно, как мы выключаем режим Бориса Лебеги, а вы немножечко его снизили сейчас на практике, да, вот, Галина верит, но не знает, да, мы этого будем брать, я не знаю, что нужно делать, чтобы жить такой жизнью, да, чтобы, что вообще нужно делать, чтобы поменять то, что нужно для меня, и в глубине своей, вот это, я не верю, да, оно тоже присутствует порой. Не верю, не знаю, как два основных. Сейчас мы будем простукивать, смотрите, без точки каратэ, по замене убеждения мы точку каратэ не берем, вот, и сейчас будем с вами приступать. Кто еще хочет присоединиться, вы можете присоединиться и написать, почему, ответ, как ответ на вопрос, почему я не живу и, возможно, в ближайшем будущем не буду жить спокойной, благополучной, хорошей жизнью, да. Я не знаю, что делать, да, Ольга, правильно понимаю, вот, не знаю, что делать для этого, это вот такая классика, да, я не знаю, я не понимаю, вот, куда мне двигаться, что мне делать. Очень часто, когда мы не видим вариантов, да, например, как зарабатывать деньги, ну, не знаю, вот это у меня есть и все, да, и мы на этом останавливаемся. Что делать простукивание? Простукивание помогает задействовать все возможности вокруг себя, да, и задействовать все ресурсы мозга для того, чтобы увидеть эти возможности, для того, чтобы воспользоваться ими, для того, чтобы привлечь их. Мы как бы телесно настраиваем свой невербальный посыл этому миру через тело, а вы, возможно, знаете, что 93% коммуникации с миром, невербального мета-сообщения, которое мы даем в мир, оно идет невербально, телесно, да. То есть вы можете хотеть, вы можете верить, вы можете говорить, читать позитивные информации какие-то, там, на деньги, на здоровье и так далее, но ваше тело транслирует, да, другие совершенно вещи. Вот, да, но не знаю как, вот у нас сегодня актуально стало. Мы сейчас делаем эту практику и уже сегодня, сейчас невербально, телесно вы немножко переключитесь на, ну, на другую волну, да, на другую вибрацию, если хотите сказать, можно сказать. Но в целом это немножко вот расширением тех возможностей, увидеть те возможности, которые вблизи вас. Ну что, сейчас я переключу, давайте на точки, чтобы было удобнее в процессе практики, и мы с вами начнем, как раз у нас на это время не должно хватить. Так. Делаем глубокий вдох и выдох. Без точки каратэ начинаем. Я хочу жить спокойной, благополучной, здоровой жизнью. Я этого хочу. Но есть определенные причины, почему у меня это не получается. Это программы, мешающие мне жить спокойной, благополучной, здоровой жизнью. Нехватка энергии. Все равно ничего не получится, как бы ни старалась. Нет настоящих внешних стимулов. Я не знаю, как мне этого достичь. Я не знаю, как. Я не знаю. Нехватка энергии. Все равно ничего не получится, как бы ни старалась. Нет настоящих внешних стимулов. Я не верю, что это возможно для меня. Жить спокойной, благополучной, здоровой жизнью. Я не знаю, что мне нужно сделать для этого. Я не знаю, как. Несмотря на программы. Несмотря на нехватку энергии. Несмотря на то, что все равно ничего не получится, как бы ни старалась. Несмотря на то, что нет настоящих внешних стимулов. Несмотря на то, что я не знаю, как это сделать. Несмотря на то, что я не знаю, как этого достичь. Несмотря на то, что я не знаю, как это сделать. Несмотря на эти программы и нехватку энергии. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью. Я открываюсь всем возможностям жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью. Несмотря на программы и нехватку энергии. Я выбираю представить и поверить, что я могу жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью. Несмотря на то, что все равно ничего не получится, как бы ни старалась Я открываюсь всем возможностям жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью Несмотря на то, что нет настоящих внешних стимулов Я выбираю представить и поверить, что я могу жить спокойной, здоровой, благополучной жизнью Несмотря на то, что я не знаю, что мне нужно сделать для этого Я открываюсь всем возможностям шаг за шагом узнать, действовать и открыться всем возможностям Жить здоровой, спокойной, благополучной жизнью Глубокий вдох и выдох И пьем воду, у кого она есть У кого нет Обязательно по завершению нашей с вами встречи Налейте себе и попейте водички Она восстанавливает телесные процессы всякие Помогает очищаться Это обязательная часть практики простукивания После того, как мы сделаем ее Итак, сейчас Как вы себя чувствуете, мои хорошие? Как ощущения? И здесь у нас есть определенная оценка убеждений, изменений, что происходит Здесь мы берем за 10 Изначально, что вы полностью верили в те убеждения, скажем так, которые вы выражали Я не знаю как, нет настоящих стимулов и так далее Попробуйте сейчас оценить ваши эти убеждения По 10-бальной шкале, насколько сейчас вы верите В то, что именно по этой причине И вы не сможете жить этой спокойной благополучной жизнью Где 10 вы полностью в это верили Вы не знали как И не пытались там И так далее А сейчас Ваша вера в убеждения Немножко стала меньше И, соответственно, можно написать в чате Вот таким способом Потому что убеждения Их сложнее именно отловить Нежели чем оценить Если чувство и боль В нашей первой практике Было очень легко Отследить Потому что это тело И в теле мы ощущаем определенные чувства И тело является таким якорем для нас Их сложнее выбрать Их очень много порой И так далее То с убеждениями Сложнее их отследить И фразы эти выбрать И найти Потому что мы в них полностью верим Это как бы Ну как На самую свою суть Посмотреть И попытаться быть исследователем То есть Чем выше у вас навык Самоисследования Самонаблюдения По трем пунктам Тем эффективнее Вы сможете применять Практику простукивания И самоисцеления С помощью простукивания Соответственно Это прислушиваться К своему телу Боли в теле Это прислушиваться К своим эмоциям К своим чувствам Это боль в душе Какая-то Злость И так далее Другие чувства И это Вот то Что мы сейчас С вами Взяли на практике Ольга Здесь немножко другое Вы также не знаете Но несмотря на то Что вы не знаете Все равно выбираете Представить И поверить Что это возможно И здесь Цифрами Мы Описываем То что 10-7 Что я У меня появилось Больше веры Скажем так То что Несмотря на то Что я не знаю Что делать Но я все равно Открываюсь Эти возможности И готова Использовать Любые открывшиеся Для меня возможности Даже если Я не знаю Зевота Наталья Очень хороший Признак Потому что Есть Сколько там По-моему 10 признаков Физических признаков Того что Вы делаете Простукивание Правильно И что оно работает Зевота Это один из них Есть некое Облегчение То есть Вздох Какой-то Ну и там Прям списком Идет Да Это все Будет у нас К тренингу Курсу В дополнение Идти Да Вот чтобы Вы имели Эти опору Эти ориентиры Вот такое Применение Простукивания Сложно Очень делать Самостоятельно Поэтому Это основная Такая часть Она идет На курсе Именно И здесь Самостоятельно Очень сложно Сделать Но смысл В чем Смысл В том Что мы Берем Какое-то Представление О себе Представление О жизни Представление О ситуации И выбираем Представить И поверить И открыться Всем возможностям Для этого Это очень здорово Работает По теме Привлечения денег Привлечения Своей любимой Работы Очень здорово Работает По теме Нахождение Эффективного Лечения Для вашего Заболевания Здесь мы Как бы Это называется Настраиваемся На вектор Вектор Намерения Можно его Сказать Но вектор Привлечения Всех возможностей Рядом С вами Да Мы Не Устраиваем Знаете Не Меняем Убеждения На Что-то Такое Целеустремленное Там Я Верю Я Обязательно Мы Не Меняем Убеждения Там С Негативного На Позитивное Мы Меняем Любые Негативные Убеждения Возможные На Одно Позитивное Я Выбираю Представить И поверить Что я Достигну Своей Цели Потому Что Если Вы Не Верите В Эффективный Исход Да И Не Заменяете Ограничивающих То есть Как Уже Было Написано Я Верю Но Не Знаю Как То есть Даже Если Вы Не Знаете Как Но Продолжайте Например Делать Практику Простукивания Вот Здесь Вы Можете Сделать Самостоятельно То Что Я Не Знаю Как Это Сделать Я Выбираю Представить И Поверить Что Это Возможно Таким Образом Вы Поддерживаете Процессы Самоисцеления Вы Ускоряете Своим Мощным Вектором Веры В Результат Если Вы Сами Не Верите В Результат Не В Что Вы Настраиваетесь На То Что Максимально Ваша Максимально Ближе К Вам А Этого Не Я Никто Другой Знать Не Может Давайте Так Давайте Уже Заканчивать Если У Вас Есть Какие То Вопросы Пишем Вопросы Если Вопросов Нету То Сейчас Будем Заканчивать И С Вами Прощаться Так Верь Что Есть Возможно Да Ольга Поэтому Нужно Вот С помощью Простукивания Можно Вычисляя Да Свои Какие-то Ограничивающие Убеждения Выключая Режим Борис Лебеди Полностью Эти Возможности Как бы К себе Приблизить Вот В теме Денег Мы Очень Здорово Обкатали Эту Тему И Эти Возможности Действительно Приходят С тех Или Иных Источников Совершенно Разных Прострация Хочется Спать Да Ольга Это Вот Такое Состояние После Простукивания Кажется Мы 5 минут Или 7 Простукивали Да И Ну Что Это Такое На самом Деле Тратятся Психические Внутренние Силы И Простукивание Это Реальная Внутренняя Работа Основанная На Экспозитарной Психотерапии Психологии Когда Мы Усиливаем Когда Мы Актуализируем С помощью Простукивания Можно Работать И С Психологическими Моментами Паники Зависимости И так далее И на курсе С вами Будет Горать Конкретные Эти Темы И Там Будет И сценарий Простукивания Это Вот Такие Файлы В которых Написано По этой Точке Это Простукиваем Фразу По этой Точке Эту Фразу Простукиваем Поддерживающие Фразы Например На ежемесячный Доход Прям Мои ученики И я В том числе У меня Тоже Такая Штука Есть От Учителей Я все Это Взяла Распечатанные Такие Сценарии Я их Простукиваю Практика Особая На Деньги В частности Например То есть Там Уже поздно Но Вот Прострация Чувство Прострации Идет Нарушение Баланса Правого Левого Полушария Дополнительные Точки Простукивания Которые Будут Только На Курсе Даны Да И Там Будут Рассказаны Подробно Потому Что Например Есть Моменты Когда Я не Рекомендую Простукивать На Чувства И Опять Ж Возвращаясь Сергей Писал Этот Вопрос Можно Сколько Нужно От повторения Оно Не Увеличится Повторять Можно Простукивание На Вектор Я выбираю Представить И поверить Что я могу Жить Такой Жизнью И Оно Удерживает Вас Удерживает Процесс Самоисцеления В его Нарастании Его Поддержании Чтобы Не Слиться На курсе Когда мы Идем Чтобы Этот Процесс Он Постоянно Подпитывал Поддерживал Даже Когда Лени Или Времени Нет А курс Как раз Мой В записи То есть Вы можете Проходить Его В удобное Для вас Время И начать Индивидуальное Месячное Сопровождение Не прям Вот Завтрашнего Дня А там С какого-то Момента Когда вы Начнете Приступать К этому Курсу Но это Нужно Будет Обязательно Лично Со мной Вы можете Это Оговорить Я С вами Прощаюсь С вами была Варвара Семенихина Жду Вас В своей Школе Школе Соответственно Вы получите Курс Записи Но Обстоятельства От меня Не зависят Не дают Мне реализовываться Все равно Верю Я Оптимистка Но Галина Есть Чем Работать Там Хоть Вы И Оптимистка Режим Борис Лебеги Смотрите Вот Тут Такой Момент Это Про Успех В Деле Вот Когда Мы Такие Оптимистки Вот Мы Можем Быть Оптимистами Но В нашем Теле Режим Борис Лебеги Все равно Появляется На то Что Вы Пробуете Вы Пытаетесь А у Меня Не Получается Эта Ситуация Называется Травма Прошлого Да Я Уже Вот Прям Готова С вами Работать И дальше Включаемся В работу Мне Не хочется Прям С вами Прощаться Всегда Очень Дружно Мы Общаемся В школе У меня Кстати После завершения Курса Есть возможность Получения Сертификата Мастер Простукивания И возможность Дальше Становиться Тренером По Простукиванию Даже Если У вас Нет Психологического Образования То есть Это Такая Телесная Практика Зная Основу Ее Можно Применять Помогать Другим Людям Вот И Вот Галина Это Травма Травма Когда Вы Пытаетесь А у Вас Не Получается Независящие От Обстоятельства В Теле Закрепляется Шаблон Физиологический Разочарование Бессилие Беспомощности Режим Борис Или Беги Активизируется Вот Из тех Ситуаций Когда Вы Верите А ситуации Против Вас И Здесь Нужно Делать Простукивание Не Просто Замена Убеждений Или Веры А Работы С Травмой Уже Когда Вы Пытаетесь У Вас Не Получается Это Реальная Травма Тем Более Если Это Было Много 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 Раз И Может Быть Когда У Вас Появляются Возможности Какие Вы Уже Во-первых Настолько Привыкли Что Есть Независящие Обстоятельства Вот Это Убеждение С одной И с другой Страны Тело Тут же Закрывается Тело Смотрите Бонусом Вам Таким Сегодня У меня От Галины От вашей Ситуации Как Кейс Поднимается Тело Не хочет Даже Использовать Любые Возможности Потому Что Все равно Обстоятельства От меня Независящие Все равно Есть Выше Вас Я столько Раз Верила Но У меня Не Получалось И Тело Не Дает Вам Искать Возможности Реализовывать Возможности Потому Что Вы Слишком Много Раз Разочаровывались Верили Были Оптимистами Но У вас Не Получалось Это Реальная Ситуация Разочарования Реальная Ситуация В теле Реальная В теле Это Основано На Опыте Работы Много Много Лет Итак Всех Благодарю Жду На курсе Мы Там Проходим Очень Много Разных Тем Очень Большой Объем Знаний И практики В каждом Дне Как минимум Одна практика Простукивания Как вы делали Сегодня И все Это всего Лишь В ближайшие Два дня Для вас С такой Скидкой Сумма Ежемесячного Сопровождения 12-дневного Тренинга Которая Равна Примерно Одной Консультации Психолога Вы Таким Образом Упиваете Очень Много Зайцев Одновременно И сокращаете Себе Время Психотерапии Как минимум И у вас Появляется Вот такой Рабочий Инструмент Потому что Есть Вот то Что вы узнали Сегодня Базовый Рецепт Это всего Лишь 10% Возможности Самоисцеление С помощью Простукивания На курсе Вы Обретете Уже 70% Всех Возможностей И дальше У вас Будет Возможность Получения Сертификата И развиваться В школе Самоисцеления С простукиванием Далее До скорых Встреч Друзья